Доброе утро дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и мы отправляемся в очередную нашу покатушку. Для тех, кто не в курсе, путь у нас лежит не во мраке, путь у нас лежит город Ульм, все путаю, Ульм, Ульм находится в Баваре, это Ункель, это тут маленький городок в Райнланд, Бесфалии, очень живописный, поскольку я помню, был, возможно остался. Сейчас мы это посмотрим. Типичные для рейнских деревушек, я их называю так, потому что городу уж нужно это назвать, все-таки это больше деревушка такая, да, большая. У него узкие улочки, фах, хойзер, то есть это дома, где между деревянными балками закладывали кирпич или кто побогаче кирпич, кто победнее солому замешанную на глине или глину замешанную на соломе, как хотите. И эти дома, конструкция, это довольно-таки надежно, потому что им по 100-200 лет они стоят, удобны. Единственная угроза это со стороны партии зеленых, фах, хойзер напоминает им почему-то время гитлеровского фашистского режима. И после того, как они начинают рушиться, зеленые предлагают их сносить и ставить новые современные здания. Ой, ну идиоты, ну что скажешь. Там же, если нам удастся найти, я говорил, есть самая маленькая в Европе пивная пивная пивная. Мы не будем возражать, мы повернем. Так, вот оно. Дело в том, что... Может было и дальше, конечно, там. Ближе к центру, мне кажется. Ну да ладно, поедем, проедем заодно. Так, тут у нас центральная, наверное, я поехал, парень. Конечно, явно главное, что-то двигаешься. Так, объект, говорят, какой-то. Райнсхотель Шумбис. Ну давайте, проедем. Ой, главное закончилось. Интересное кино. Нам нужно было там дальше, по главной ехать. Неважно. Давайте ехать. Вот я говорю, что это типичные такие домики. Вот. Очень часто, что... Три сезона. Очень часто, что вот такие домики, это второй дом. Как бы один для себя, поменьше, а один вот такой, для того, чтобы сдавать. В деревнях это там очень хорошо принято. Так, это банков, да? Это банков, банков, ничто иное, как... Ну, вот. Так, ну, давайте вот сюда поедем. Так, здесь парковка запрещена. Ну, так, 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 посмотрим главную улицу. Так, главная улица. Вот внутренний город, говорят, и есть парковки. Сейчас. Сейчас посмотрим, почем у них парковки. Красиво, какие домики. Вот сегодня мы с вами будем тут снимать всякое такое. Так. Парковка, парковка. Место мы одно проехали. Было хорошее место. Хотя сейчас, вот, мужик на это место и встал. Подгад. Думаю, наружу. Одно единственное было, и наружу занял. А мы подскатили с этими поболтушками. Проскатили. Ладно, там написано еще третья есть парковка. Посмотрим. Третья парковочка. Мне нравится, когда вот на балкончиках здесь везде цветы. Это красиво. Это красиво, ребята. Так. Тут уже нет. Нет. Вот тут, может быть, вполне. Так, сейчас мы автобус пропустим. И вот тут есть возможность где-то встать. Ну, на обочинах я не люблю вставать. Ну, ладно, а что делать? Вставим. Ладно, бесплатно. Это хорошо. Интересно, что вот это тоже... Это имеется в виду парковка? Это или что это? Место какое-то. Ну, ладно, давайте мы тогда вот сюда, может быть, заедем. Парковка для инвалидов. Я вижу. А, вот, написано так. Ничего не пишут про деньги. Ну, значит, мы просто поставим, да пойдем направление вправо, ребята. Почему? А потому что Рейн находится там. А самые красивые дома всегда возле Рейна. Почему? А потому что они старые. Вот это их Радхаус. Обычно тоже это старое здание красивое. Так, и вот те самые улочки, про которые я вам говорил, сидит кот. Немного вот так сидит. Короче говоря, вот сейчас посмотрите. Туда, сюда, ни одного человека. Прекрасно. Одна кошка сидит. Ну, отлично. С нее мы и начнем. Вот здесь, ребята, я начинаю. Я, к сожалению, вас вынужден выключить руку. А руку-то всего две. Так, мы с вами попали на маленькую площадь. И вот посмотрите, как здесь красиво. Сейчас вот солнце начинает вставать. Только-только. То есть оно только светит, но тени еще не дает. Вот этот кусочек я сейчас сниму. А вот там телефонная будка. Но это не для телефона, мне уже никто не пользуется. Это книги. Люди обмениваются здесь книгами. Так. Давайте я сейчас вот тут сниму, потом пойдем дальше. Кстати, знаете, сколько ункелю лет? Тысяча сто. Вот. И много здесь от этого еще осталось, мне кажется. Так. Давайте вот сфотографируем вот этот памятничек. Напомните, статуйку Божьей Матери напротив церкви там. Вот посмотрите, вот эти вещи. Я люблю кованые вывески старинные. И лами-ляйм. То есть, это ягненка. У ягненка. Так, вот. Народ просыпается, слышит дверь, открывается. Ладно, нам поспешать надо. Мы двигаемся в сторону маленькой забегалки. Вот. Любимый туристический аттракцион. То есть, вот это называется Биргартен. То есть, пивной такой садик, где можно посидеть и попить пивка. Но это не то, что мы хотим. Подождите, но здесь бывают очень интересные штуки стоят. Которые мы сейчас... А вот, пожалуйста. Почему буду не сфотографировать? Русланий. Прикорация. Русланг. Прикорация, что я не сфотографируюсь. Я не сфотографируюсь. Наше. И я иску мою пухню. А вот, я вам покажу. Где-то я показываю. Это очень интересно. Мы видим, что здесь есть такие вещи, поэтому мы хотим это фотографировать. Внутри есть универсия. Посмотрите, где стоит. Ага, вот так. Внутри, вот здесь, вот здесь, есть маленькая комната. Все, спасибо. Ну вот я спросил, где это находится. И она находится, она говорит, вот на этой улочке, совершенно справа. Сейчас мы ее найдем. Ну вот тут мы его и нашли. То есть видите, написано, что Клянский, Кнапе и Гиннес Бухте Рекорде. То есть это они в Гиннесе, в книгу Гиннеса занесены это даже. Вот, запомните, 12 продают они фрикюр, что мне подходит. Но, к сожалению, закрыты. Да, это все. Вот она, Кляннистая. Самая маленькая Кнапа. Ну вот, дорогие друзья, я пробежал по городку сонному. Сейчас они начинают уже просыпаться, это уже не так интересно. То есть встречаются люди, которые выводят собак и так далее. Приходится ждать, я этого не хочу. Время почти 8 часов. Я сейчас одену сотку свою. И буду фотографировать детали. Ну вот, например, вот такие пресс. Допустим, это пресс. Так и сделаем. В томной выезде еще поговорим. Ну вот и все, дорогие друзья. Время 8.18. Выехал я в 6. То есть 2 часа хватило, чтобы обижать этот городочек. Очень уютно, как вы уже, наверное, заметили. И сейчас мы направляемся до дома, до хаты. Так. Спеним очки на проездные. Так. Это было правильное решение, приехать сюда в 6 утра. Потому что... Так, там написано Аусфарт. Аусфарт. Выезд. Где выезд? Я не вижу, где выезды, так, где-где-где-где-где Аусфарт. Вот это, что ли? А, ну да, вот. Я наснимал очень много таких узких улочек. Не все, наверное, пойдет. Но выбрать будет из чего, ребят. Так, потихонечку. Здесь такое маленькое такое все. Ну, ясно. Для лошадей, в общем-то, для телег много места и не надо на улице. А зачем листьям оставить, да? Так. Мостить. Ну, а теперь аккуратненько поедем до дома, до хаты. Так, на встречу. Да, городок оживает, потому что сейчас... Это же туристическая вещь. Сейчас начнут подтягиваться автобусы. Из отеля повылазят. Некоторые уже там гуляют, я вижу. Но мы успели все сделать, что хотели. Это меня очень радует. Потом, как я говорил, я взял сутку свою. И нафотографировал отдельные элементы дверей. Мне нравится. Так, вот, вон Батхонов. Вышли мы на финишную прямую. Нам нужна 42-я. Ну, и городская трасса. Гуляется, то есть, так. Сейчас я поеду вот сюда. Чего нам говорят, 20 километров до дома, до дома. Это хорошо. Как я уже сказал, поездка я доволен. И по приезду домой мы с вами посмотрим, чего бы я там наснимал. Ну, я думаю, что туда есть. Хорошо договорились. Ну, а этой дорогой мы уже ездили. Поэтому, не знаю, поставить там это или... Чечен гад, блин, стоит. Забыл я про него. Ну, по-моему, не с фотографируем. Да, нет, я ехал совсем мало. 60 или 50. Музеймфест. Ну, там вдалеке сейчас Драхенфельс. То есть, это о ней я вам рассказывал. Давайте мы уже с вами встретимся дома. Хорошо? Пока. Ну, вот мы с вами, ребята, дома. Помните, этого кота? Сидел тут или кошки? Не знаю. Похож на кота. Злобный такой. Дело в том, что я по приезду домой убедился, что я снимал все на джепик. Блин. Вчера... Просто у меня нет привычки представлять. Я всегда снимаю в ром-формат. А вчера я что-то фотографировал так быстренько дома, для дома, для семьи и поставил на джепик. А здесь не перепроверил. Ну, ничего. В общем-то, температура такая все равно нормальная, цветовая. А где будет темновато, там подсветим. Тем более, что я планирую для вас сделать еще и маленькое видео. Показать, как я обрабатываю такие. То есть, понимаете, вот такие картинки, они нормальные. Но они никому не нужны в плане на шаттере. Туристические бюро берут такие, знаете, почти китчевские мотивы. Чтобы ярко было солнце, небо синее и так далее. Ну, мы с вами делали небо не синее, специально, да. Поэтому придется его туда немножко вытянуть. Не так сложно, я думаю, будет. Потому что все-таки оно не белесое, а структура есть. Поэтому всегда есть возможность даже в джепике это дело вытащить. Так, вот наши всякие побродилки, да. Здесь мы были с вами. Тут я поснимал кусочки стены. Потом какой-то... А, это швартовка какая-то. Механизм для швартовки. Так, вот такой интересный кадр. Тоже. Они каждый раз и деревья обгладывают, да. Они вот так выглядят. Потом вот так обрастают. Так, церковь. Это святое, как у нас в России говорят. Церковь это святое. Да никакой это не святое. Просто памятник архитектуры, так я бы сказал. Так. Ну вот я не знаю, отдельные дома навряд ли пойдут. Что мне тогда зарубили в деревне. Я снимал, отдельные дома позарубили мне. А вот на улице ничего. Я думаю, с улицы все будет в порядке. Тут пару таких барельефов зацепил. Текстура, двери, я люблю двери. Вот двери деревянные, я люблю, я делал двери. Тоже ресные всякие разные. А тут очень темно. Потому что это какой-то там закутывал, который заглянул быстренько оттуда отправился. Так, вот это нормально. Так, что еще? Вот хорошие улочки. Ну только эту девушку придется отсюда убрать, естественно. Тут закрасить. Это все не очень. Главное, что вот эта атмосфера есть. Вот смотрите, какая хорошая картинка. Я чуть подсветил, и все, будет прелесть. Узкие-узкие улочки совершенно хорошо. То есть я шел и снимал. Вчера я обещал, что я расскажу, как на низких выдержках. Ребята, некогда мне там было со штативом, я его, в общем-то, собрал. Засунул на петли рюкзака, и все. Потому что я понял, иначе я не успею. Если я буду тормозить на каждом углу, настраиваться. То есть пришлось работать быстро. Я был прав. Буквально через час, уже в 7 часов, уже начали открываться эти, как их, ну вот, хорошая такая узенька тоже. А это такой дом, в котором что-то делают. Я не знаю, что их подвигло розовой краской покрасить. Не знаю, что это такое странное, да? Но, тем не менее, какие-то строительные сетки они покрасили и вытащили в окно. Так, тут хорошо. Потом вот это я вам рассказывал, для чего это, да? Это раньше здесь просто снимая, спускали для молочников, принесли они там молоко, спускали, или для булочника. И поднимали себе вот в дом. Чтобы не выходить. Это такая чисто немецкая придумка. Вот, интересный момент такой тоже. Ага. Тут сразу дом начинается, поэтому придется квадрат делать. Но здесь уже нормально. Так, это вот. Уже подалоги туда, крему. Хорошо, вот этот маленький. Так, это вот. К винограду. Тут травы. А вот эта выездка, где написано, что уже в книгу Гильмса занесено. Вот он тут маленький такой совершенно. На два столика, на три столика. Так, это вот винная эта штука. Так, здесь я уже одел свою 50-ку. Пошел фотографировать отдельные элементы. Тут окна еще пофотографировали. Вообще странно выглядит. Ну, бог я знает. Может кому-то надо? Не знаю. Я решил на всякий случай сфотографировать. Это искусство. Вот. И заодно и стул они какие-то старые покрасили. Ну, ничего. А тут что-то с костями непонятно. Зачем эти кости? Ну, на всякий случай. Да? Вот. Отдельные элементы. Камушки. Вот тут снял. Не буду комментировать. Какая-то железяка интересная. Для чего? Не знаю. Ну, интересно, железяка что-то скрепляет такое. Так. Пересвет тут. Уберем. Деревяшки, деревяшки. Тоже может пригодиться. Так. Что еще? Вывески. Там интересно. Вот Вилли Брандт. Фердинанд. Не разобрать фамилию. Ну, какой-то Фердинанд. Ну, это Бах. Бетховид. Труба. Бетховид. Конечно. Такая вот железная штука. Думаю, что это интересно. Может быть, вот это мне пригодится. Так. Темные камни. Потом вот веночки их не кусочек. Тут тоже окнах надо убрать. И деревянная резервуа. Что тоже немаловажно. Так. Ну, это вот я говорю. Я уже ходил с этой. Фотографировал с суткой. Она, конечно, на узких улицах там не развернешься. Но кое-что удалось. Тоже строители что-то такое сделали. На всякий случай снял. Не знаю. Куда она. То есть, вот тут текстура такая интересная. Вот она. Как будто пожар там. Наконец, немецкий флаг увидел. Так. Тут красиво. В общем-то. Пару орлов тут снял. Тоже не знаю. Далее. И части этого самого пресса. Пару ручек. Весельки. Ну, вот и все. Сколько у меня их? 303 объекта. Нормально. Будет что выбрать. Так что, следите за эфиром. Сразу после этого видео я сделаю еще одно видео, как я эти все буду обрабатывать, все картинки буду обрабатывать. Превращать их в такой эфирический, туристический аттракцион. А оригинал оставлю для себя. Просто, как говорит один наш подписчик, для души. Вот. Потому что неизвестно, потом, может быть, это все поснесут. Если такая политика продолжится. Ну, ладно. Ладно. Тогда все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилась покатушка. Пишите мне что-нибудь. Чтобы у меня было чувство удовлетворения от того, что я съездил и не только для себя фотографировал, но и вам что-то показал. Возможно, интересно для вас. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok